Гонка для поняшек Так как Линда и сказала, что пока ничего не ясно по сюжетной линии И хотя она уже доступна, мы займемся тем, что поможем жителям Юрика И сегодня нас встречают на площади Форт Пинта, Пенни и Поли Девочки, которые обожают поняшек Привет, рассказать тебе про будущую гонку пони Приятно познакомиться, Джессика Меня зовут Поли, а это моя сестра Пенни Мы с ней главные фанатки пони на всем Юрвике Ага, может пони и маленькие, но у них огромное сердце Кроме того, у нас на Юрвике даже самые низенькие пони скачут так же быстро, как и большие лошадки А еще их дешевле содержать Честное слово, мой дартмурский пони, покер, округляется от одного взгляда на траву А мой готландский пони, Джокер, очень ласковый Плюс он как раз такого роста, чтобы мне было удобно расчесывать и заплетать ему гриву Скажи, ты любишь пони? Мне нравятся все лошади без исключения Ура, ты с нами! Пенни, расскажешь про нашу гонку? С радостью Мы открываем около Форт Пинта новую гонку строго для пони Но в первый раз можно поучаствовать на лошади любой породы Так что обязательно приезжай Мы с Поли ждем Джеймса Мы сто лет назад заказали ему комплект препятствий для гонки, но до сих пор ничего не получили А сам Джеймс весь день от нас прячется, уж не знаю почему Давайте я поговорю с Джеймсом Спасибо огромное, будем ждать новостей Говорю же я занят Ой, Джессика, это ты Чем могу помочь? Ты подготовил заказ для пони и поли? А, для девчонок с пони Пойми, Джессика, мне страшно невыгодно, чтобы туристов привлекало что-то за пределами Форта Пинта Если все побегут кататься на поняшках, где я возьму покупателей на свой товар Ты что, не можешь придумать, как на этом заработать? Постой О, да я гений! Джессика, вот тебе мой фотоаппарат Сфотографирую их пони Я напечатаю открытки с поняшками и сделаю на них целое состояние Хе-хе-хе Ты еще здесь? Сфотографирую их пони и сделаю на них целое О-хо-хо-хо-хо, красотища А ты неплохой фотограф За такие снимки можно и деньги брать Не с меня, ясное дело, с других Пока ты занималась съемками, я успела просьбить девчонкам с пони заказанные препятствия Причем совершенно бесплатно Чего ты на меня так смотришь? Я разве жадный? Да у меня золотое сердце Интересно, за сколько можно продать золотое сердце? И во что обойдется простенький кардиостимулятор? Ай, в общем не важно Передай им пожалуйста, что заказ уже едет Вижу, у тебя с Джеймсом контакты получше, чем у нас Говоришь, он отправил заказ? Вот здорово Наконец-то мы сможем открыть гонку Поскольку это ты уговорила Джеймса отправить нам препятствие Ты попробуешь ее первой У нас в поле есть пара дел А потом мы сразу поедем на мыс пони Гонка будет там Встретимся уже на месте Сейчас отмечу на твоей карте где именно Гонки будет там Киллетка будет там Было Было Привет, Джессика. Нас подвезли на рыбацкой лодке, так что мы добрались быстрее, чем ожидали. Так-так, препятствия. Ммм, какие-то они потрёпанные, но прыгать через них можно, только они очень тяжёлые. Джессика, сможешь их расставить, а мы с Полей займёмся указателями. Когда закончишь, возвращайся сюда. Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... Ты всё? Супер! Спасибо огромное! Получается, всё готово к пробному заезду до Поли. Я просто счастлива! На юрике появилась первая в своём роде гонка только для пони. Не волнуйся, Джессика, на этот раз можешь поехать на лошади любой породы. С нетерпением жду, что ты скажешь. Препятствие развалилось всего лишь от порыва ветра. Продолжать гонку нельзя. Расскажи Пенни о том, что случилось. Нет, вы это видели? Препятствие развалилось на части. Ярлы его побери! С такими препятствиями гонки проводить нельзя. Быть того не может. Препятствия ужасно ржавые, а мы не заметили, потому что их привезли уже собранными. И смотрите, на них ещё и вмятины? Похоже, кое-кто не просто так отправил нам уже собранные препятствия. Причём совершенно бесплатно. Ооо, кого я вижу! Привет, Джеймс! А, то есть, привет! Спасибо большое, что отправил нам препятствия, да ещё и в собранном виде. Люблю делать другим приятное. Значит, ты не в курсе, что они насквозь проржавели, да ещё и какие-то побитые? Что? Не верю! Не представляю, что с ними случилось. Разве что контейнер, в котором их везли, уронили со скалы. Нет, исключено. А уж два раза? Это абсолютно невозможно. Зачем ты сюда пришёл? Как министр туризма Форта Пента, я считаю своим долгом удостовериться, что вы не пытаетесь увезти моих клиентов. Увезти твоих клиентов? Джеймс, мы пытаемся привлечь юрвиксских любителей пони. Между прочим, кто-то из наших гостей наверняка заглянет и к тебе. Кстати, если ты поможешь нам с рекламой, то туристов уж точно прибавится. А ты сам не хочешь попробовать нашу гонку? У тебя ведь тоже есть пони, мэр Пинат. Прошу прощения! Мэр Пинат это многоуважаемый мэр нашего... Секунду. Говорите, у меня станет больше клиентов? Так бы сразу и сказали. Раз так, Форту Пента будет тут рада любителям пони. Ух, сколько я... То есть, мы на них заработаем. Очень плохо, что препятствия не выдерживают нагрузки. Могут пострадать мои доходы. Не волнуйтесь, я проведу их в порядок. Ну вот, так-то лучше. Джессика, мне пора. Скоро на грану толпы туристов. Покеда! Ничего себе! Препятствия и вправду как новенькие. Говорят у его сестры Алик с золотые руки. Видимо, он у нее кое-чему научился. Ладно, самое главное, что теперь можно снова пробовать гонку. Ты рада, Пенни? Я очень. Напоминаю, Джессика. Сейчас ты в первый и последний раз можешь поучаствовать в нашей гонке на лошади любой породы. Мы ведь стараемся популяризировать пони. Вот так. Давай. 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 Мой п Есть! Прекрасно, Джессика! Спасибо тебе за помощь! Захочешь попробовать еще раз? Всегда пожалуйста, но только верхом на пони! На этом сюжетная линия подошла к концу, но я хочу поделиться с тобой тем, какая история здесь была раньше, вместо вот этой, потому что эта история была добавлена буквально недавно, а до этого сюжет отличался. Что же было раньше? Девчонки стояли в фортепинте на пароме, где продавались поняши. Потом, кстати, этих лошадок оттуда убрали и паром стоит совершенно пустой. Ты приезжал туда, знакомился с девчонками, знакомился с поняшками, которые можно было купить. Девочки сами просили тебя их сфотографировать, чтобы сделать какую-то популяризацию и акцент на поняшках. Они все так же просили тебя поехать к Джеймсу и узнать, куда подевался их заказ. Мы его забирали, точно так же ставили, и модельки были немножечко другие. Хотя по факту суть такая же, как и сейчас. Это были козырки крыш. Они точно так же ломались, не подходили для барьеров, и нас отправляли обратно в форт Пинта, чтобы разобраться с Джеймсом, почему нам вместо нормальных препятствий привезли какие-то козырки. Мы бегали туда-сюда от мыса пони к форту Пинта, что-то выясняли и чинили. И в итоге даже, насколько я помню, вручную все перестраивали. После чего гонка становилась нормальной, и нам опять же разрешали ее проехать. Сейчас задание намного упростили. Нету никакой особой замены. Да и Джеймс теперь приходит самостоятельно на своих ножках до мыса пони. Он что-то делает магическими своими ручонками, все это чинит, и препятствия, казалось бы, выглядят как новые. Мне почему-то это задание теперь менее интересно, чем раньше. Да, ранее оно требовало очень большого количества времени, чтобы сбегать туда-сюда, вернуться, починить, заменить, узнать, поговорить. Но зато ты как-то больше проникался этому заданию. А сейчас по факту просто проезжаешь нам из пони, пролистываешь диалоги, и на этом все. Но при этом девчонки теперь выглядят просто замечательно. У них свои поняшки, которых раньше не было в сюжете. Да и с диалогами у Джеймса тоже все понятно. В этих диалогах прекрасно показывают его любовь к заработку. И если честно, новые диалоги меня очень рассмешили, в отличие от старых. Так что вот такая вот интересная справочка о том, какое задание было раньше. Ну а на этом видео прохождение подходит к концу. Не переживайте, что оно такое короткое. Потому что заданий будет очень много, и каждая из цепочек требует своего выделенного времени. Так что на этом все. Я с вами прощаюсь. Не забывай тренировать своих лошадок, чистить их, а также угощать морковкой. Всем пока! Удачи вам! Ну и до встречи в следующем прохождении. Субтитры сделал DimaTorzok Редактор субтитров А.Семкин